привет друзья рада вас видеть на новом уроке сегодня хочу показать вам кусочек работы акрилом это портрет трех кошек они все довольно светлые и мы прорисовываем глаза одной из кошечек здесь у меня используется холст на картоне формат 30 на 40 сантиметров я сделала уже такой подготовительный рисунок обычно первый слой акрилом я делаю довольно живописным и потом чем больше слоев я добавляю тем подробнее меня идет прорисовка из цвета получается вот белый черный коричневый бежевый оттеночки потому что шерсть где-то более теплая ну и также мы добавляем конечно цвет на глаза глаза у меня тоже из небольшого количества оттенков потому что они у всех трех кошек одинаковые по цвету примерно где-то больше синего где-то больше голубого здесь у меня в основном идет синий сверху снизу я добавляю немножко голубого акрила и потом завершение уже добавляю белый получается что мы работаем все с тем же принципом сначала у нас идет более темный плотный цвет потом мы уже добавляем осветление в конце ставим блики ну и по возможности если нужно добавить больше такого контрастного цвета более темного то мы прорабатываем с черным цветом зрачок и также можно сделать черным цветом окантовку самого глазика здесь этот момент зависит и от самой породы кошек потому что у некоторых кошек бывает прям такая черная яркая окантовка по контуру у каких-то оттеночек может быть более мягким и спокойным и такого яркого контура нет обязательно что нужно сделать если мы рисуем глазки это касается всех глаз и человеческих и кошачьих мы обязательно затемняем участок под верхним веком потому что туда у нас попадает намного меньше света и соответственно там идет тень чтобы глаза не получались такими удивленными вот например как глаза кошки которая справа у нее глаза еще не сделаны вот и она кажется как будто так безумно смотрит но это пока что просто набросок вот чтобы не было такого эффекта мы прорабатываем их довольно объемно обязательно добавляем тень сверху и как правило снизу идет такой вот красивый светящийся рефлекс в данном случае он с голубым оттеночком ну что примерно вот в таком моменте глаза уже смотрятся готовыми тут остается добавить несколько бликов более ярких участков белый у меня здесь по-прежнему кампус мне он нравится как белый акрил он смотрится довольно ярко он довольно плотно наносится и получаются такие обычно очень четкие линии и контуры сразу когда мы добавили блики у нас более яркий более живой глаз он сразу начинает казаться настоящим и это выглядит обычно очень здорово ну и так как мы уже работаем с белым то можно добавить светлого вокруг глазика немножко его выделить и подсветить заодно и тут я больше добавляю даже бежевого бежевые у меня тоже это крил кампус они вместе вместе хорошо соединяются я добавляю немножко такого теплого оттенка на шерсть потому что она с одной стороны кажется белой но все равно какой-то такой молочный оттенок он присутствует если мы будем просто добавлять серый тот слишком в холодный цвет может уйти оттеночек шерсти и тут получается очень такая двоякая ситуация с одной стороны довольно просто рисовать белых серых черных кошек потому что вроде бы кажется мало оттенков но все равно даже тот же серый цвет он содержит в себе много разных нюансов и каких-то градаций оттенков я всегда стараюсь добавлять какие-то дополнительные цвета чтобы все не рисовать одним цветом потому что кошки это природные природа все-таки настоящие живые у них очень разнообразный окрас также возможно на то есть не просто белые не просто серый вот чуть-чуть уже в более таком жидком видео я добавляю акрил на проработанные участки шерсти тут по слоям получается но около трех слоев точно чтобы получилась такая довольно реалистичная проработка первый слой я обычно делаю очень очень базовым без какой-то сильной прорисовки то есть просто где серый цвет например добавляю серый там где белый закрашиваю белым возможно да там на ушках чуть больше розового где-то в серые добавляю и так далее а потом уже идет как такая работа над ошибками можно сказать то есть мы проверяем себя еще в очередной раз смотрим где у нас каких оттенков не хватает добавляем больше подробностей и получается ну что мы вот так вот постепенно постепенно идем по одному и тому же кругу добавляя какие-то новые элементы и детали в наш рисунок что касается участка между глазками до чтобы он не был таким абсолютно ровным потому что форма там все равно объемная я добавляю больше затемнений я смешиваю серый вместе с черным и добавляю его на серединочку мне как раз нужно чтобы эта зона более плотной такой смотрелось и в то же время мне сейчас нужно ее соединить со светлым участком поэтому я тут объединяю две зоны делаю это с помощью таких небольших штрихов и тут можно перейти на кисточку на которой будет довольно мало цвета да то есть она будет такая полупрозрачная здесь акрил как будто становится акварелью и мы можем наносить с большим количеством воды очень очень небольшой слой как бы вот так вот подразмывая вот эти две области чтобы сделать мягкий переход и что очень здорово в акриловой живописи то что он получается такой многогранный с одной стороны у нас он похож на масло он довольно густой он объемный пастозный но в то же время он может стать и как акварель довольно легкий и из-за этого тоже много много слоев мы можем наносить плюс регулируя нажим регулируя интенсивность прозрачность и так далее сейчас со светлыми участками я добавляю немного больше такого светло-серого на зону переносицы чтобы ее выделить и помимо тона я работаю также над направлением и над фактурой шерсти старая чтобы шерсть у меня шла в нужном направлении здесь получается вертикально вот так вот снизу на снизу наверх или сверху вниз также наверху мне нужно добавить больше светлых оттенков то есть чуть-чуть вывести по контрастнее этот участок я добавляю поэтому немного белого и снова смягчаю делаю такой плавный градиент который у меня пойдет от белого цвета к серому также стараюсь придерживаться правильной формы вот этого вот серого ореола да который идет у меня вокруг глазах кстати по серому цвету он смотрится довольно теплым да и на самом деле есть такая тенденция у многих серых акрилов они уходят почему-то ближе в такую теплинку особенно если их миксуешь объединяешь там с белым например и кстати у черных тоже бывают такой моментом но за исключением некоторых если мы смешаем черный акрил с белым то у нас получится серый цвет который будет скорее теплым чем холодным но во всяком случае вот у меня так получается поэтому если у вас для какой-то работы где много именно серого оттенка нет серого акрила то конечно вы можете легко смешать просто белый с нужным количеством черного можно даже заранее смешать какое-то большое количество чтобы закрашивать большие формы с этим цветом у меня есть разные оттеночки именно готового серого просто потому что это удобно ну и потому что из них тоже при разных смесях можно получить намного больше разных оттеночков серый также красиво смотрится с бежевым вот сейчас я немножечко добавляю больше бежевого такого теплого песочного на левый участок опять же чтобы не получалось очень холодный шерсть чтобы был такой более природный оттеночек у нее и также бежевая может немножечко подключаться в серединку плюс они будут неплохо гармонировать и с синим с голубым как практически такие противоположные оттенки по цветовому кругу они будут делать друг друга ярче здесь я не сказала про такой момент про кисти который я использую тут практически все вот в этом видео будет сделано с одной кисточкой это у меня такая плоская синтетика по моему четвертый номер у нее что получается здорово что с одной стороны мы можем рисовать широко делать такую пушистость ее широкой стороной но и в то же время где-то ее переворачивать и работать острыми участками такая одна из последних у меня кистей потому что акриловые кисти кисти для акрила точнее они как-то у меня плохо держится и довольно быстро портится я забываю там их помыть все храню очень долгое время в воде этом они могут потерять свою форму но я работаю довольно небольшими по диаметру по размеру кистями поэтому они стоят не так много если заново покупать да какие-то двоечки троечки кисти и так далее а те кисти которые пришли в какое-то совсем негодное нехорошее состояние их довольно просто используется для пушистости например для шерсти для прорисовки шерсти либо там чего угодно если рисуете пейзажи можно какие-то пушистые не знаю кустики прорисовывать тоже испорченными кистями в общем их можно тоже как-то применить здесь я перешла уже на правую сторону там тоже добавила немножко бежевого и здесь идет работа с очередным слоем даже если на первом слое у нас уже достаточно белого то все равно хочется сделать его немножечко ярче сделать подробнее ну и чтобы не было такого эффекта что прям видны мазки кисти на что хорошо если у нас более такая живописная техника я все-таки стараюсь чтобы это было ближе к реализму к фотореализму поэтому для меня важно чтобы было похоже только на фактуру шерсти и не было какой-то излишней живописности не было видно каких-то дополнительных мазочков поэтому ну я и прохожусь много раз по одному и тому же участку там возвращаюсь где-то добавляю дополнительные шерстинки и так далее хотя если говорить конкретно про эту работу я не могу сказать что она самая подробная из всех у меня есть более подробные работы акрилом здесь это такой какой-то средний вариант когда в принципе она и не очень долго и выглядит довольно реалистично тут получается основной эффект такой на пушистости то что у нас коты такие пушистые как облачка получаются и у них яркие выразительные сине-голубые глаза это смотрится очень здорово вот в этом скорее всего будет такая основная фишка портрета плюс по размеру он все-таки небольшой хотя можно и небольшие портреты тоже делать довольно детальными и прорисованными у меня здесь был мне закончен участок подбородка на подбородок я добавляю тоже больше сероватого притом его смешиваю с бежевым он получается более теплым и здесь можно успеть попасть в момент пока акрил не подсох серединку добавить побольше белого будет эффект как у масляной техники да пока у нас основные мазочки еще не подсохли мы вмешиваем цвет прям в него туда же и получается у нас больше разных оттенков и вот такое мягкое распределение цвета дальше я этот цвет распределяю в стороны постепенно и мне нужно будет доделать основной такой пушистый белый воротник плюс добавить где-то щечки то есть добавить туда больше светлых участков потом сделать места откуда у нас растут усы и усы и мы будем добавлять конечно в самом-самом конце тут по сути еще несколько часов такой работы потому что сейчас мы увидите два кота там еще справа есть третий код то есть всего их у нас здесь будет три они чем-то будут похожи между собой немного разные по по позам и по размерчику тоже но порода у них одна и та же вот таким образом я примерно наметила щечки они уже до смотрятся более такими круглыми и объемными что касается воротничка тут туда я добавила интересное такое сочетание по акрилу я смешала белый грунт для акрила грунт то есть тот которым в котором уже загрунтованы холсты на картоне или холсты на подрамнике до которые вы покупаете просто он нужен для покрытия других поверхностей либо я обычно делаю еще один слой грунта когда покупаю холст потому что мне хочется чтобы поверхность была более такая гладенькая и более ровная мне как правило недостаточно такого ну того эффекта который уже есть мне хочется еще более гладкой поверхности поэтому здесь на воротничке я смешала вместе акриловый грунт и белый акрил кампус получился очень хороший эффект потому что грунт он более такой матовый кампус он более глянцевый но тоже достаточно плотный и у меня вот это вот серединка поэтому в итоге получилось очень яркая и плотная и это довольно здорово потому что смотрится объемно и хочется прям вот вот этой серединке у кошек и шерсть посередине сделать более яркой сейчас я добавляю небольшие моменты здесь подвожу немного носик для этого использую уже друг другую кисточку более тонкую которая даст мне более тоненький контур легко вот так вот черным акрилом тоненько обводим добавляем ноздри нос у нас тоже серого оттенка поэтому делается он несложно до первый слой сначала покрываем серым добавляем блик поверху носика и обводим его черным контуром вокруг получается в итоге очень объемно также если где-то не хватает светлых участков я это добавляю с помощью светло светло-серого либо я беру белый акрил вместе с водой тоже получается очень четкий контур и вот таким образом можно выделить здесь самые яркие участки я обычно переключаюсь с одной зоны на другую и вот таким образом стараюсь подметить какие-то детальки даже самые небольшие да то есть где-то небольшие пушистости где-то прядки волос которые я могла пропустить и поэтому с белым цветом да мы можем сделать щечки потом вернуться на участок шеи и вот так вот параллельно перескакивать добавить яркие блики над носиком посмотреть где нам еще не хватает блеска ну что будем завершать наверное такой небольшой отрывочек я надеюсь что это было интересно что вам было приятно смотреть и мы увидимся с вами в следующем видео пока друзья